Действия Анкары осуждают многие политики и эксперты на Западе. Так Ангела Меркель призвала Турцию сделать все, чтобы добиться разрядки ситуации. Вице-канцлер Германии Зигмунд Габриэль назвал поведение турецких военных непредсказуемым, а ее роль в сирийском конфликте дипломатично охарактеризовал как сложную. О том, что у Анкары не было оснований стрелять по самолету, говорят американские генералы, к примеру, бывший заместитель начальника штаба ВВС США Томас Маккинерни. К такому выводу он пришел на основе схем, предоставленных самой же Турцией, и назвал решение сбить самолет грубой ошибкой. Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк и вовсе заявил, что Анкара, возможно, просто прикрывает контрабанду нефти, которую ведут боевики и запрещенные в нашей стране группировки ИГИЛ. Все время было впечатление, что Турция каким-то образом поддерживает исламское государство. Турки хорошо обходились с теми, кто ехал через их страну в ИГИЛ. Ведь кто-то покупает нефть, которую продает ИГИЛ. Она уходит какими-то путями. Возможно, она идет через Турцию, но Анкара этого никогда не признавала. В то же время руководство НАТО предпринимает попытки оправдать действия Турции. Штаб в квартире Альянса по-прежнему настаивает на турецкой версии о том, что Су-24 якобы заходил в воздушное пространство Сирии. Несмотря на то, напомню, что эта версия опровергнута российскими данными объективного контроля. Туманные комментарии дает сейчас и Госдепартамент США. Сирийские туркоманы стреляли по российским пилотам, когда они спускались на парашютах. Их поддерживает Турция, и они сражаются против сирийских войск. Вы считаете их частью умеренной оппозиции? Вы знаете, если эти туркоманы были действительно атакованы во время российских налетов, у них есть полное право себя защищать. Но мы не знаем. И у них есть право стрелять в пилотов, спускающихся на парашютах? У нас нет четкого понимания всего, что случилось. Мы пытаемся установить, что произошло. Не надо торопиться с выводами. А что, это право распространяется только на тех, кто поддерживает Запад? А как насчет Асада? Нет, это не самозащита. Дамаск на мирные протесты ответил четырьмя годами террора. То есть то, что происходит в Сирии на протяжении последних четырех лет, это мирные протесты? Все в этой комнате знают, что я имею в виду. В то же время на Западе все говорят о том, что не хотели бы эскалации конфликта. А президент США, несмотря на в целом протурецкую позицию, все же заявил, что инциденты, подобные вчерашнему, не должны повторяться.